Как часто посещая ресторан и заказывая то или иное блюдо, вы задумывались, Ммм, что же за интересный вкус у этого блюда? Возможно, сюда добавили какие-то специи? Или все дело в необычном соусе? В этом телепроекте вместе с шеф-поварами ресторана Моретти и Японика мы раскроем секреты итальянской и японской кухни, расскажем об истории приготовления блюд, а также научим вас готовить их в домашних условиях. Во всем мире признано, что итальянская кухня не только изысканна, но и практична. В основе ее простые блюда. Пицца поистине народное блюдо. Слово это созвучно для нас с итальянскими мотивами и отменным вином. Почти в любой европейской стране есть свой аналог пиццы. Есть они и в национальных кухнях Востока и Запада. Скажем, грузинское хачапури, русская ватрушка и немецкий швабский пирог. Ну а сегодня мы приготовим пиццу Моретти. Происхождение пиццы восходит к тому времени, когда несколько тысяч лет назад в Древнем Египте появились дрожжи и кислое тесто. В Древней Греции стали запекать тесто вместе с приправой, в качестве которой могли служить овощи, мясо, маслины, молочные изделия. Помимо прямого назначения она служила еще и тарелкой. Пицца была едой простолюдинов и не отличалась ритуалом приготовления и изысканностью потребления. Так, наверное, продолжалось бы и дальше, если бы в 1772 году король обеих Сицилий Фердинанд I не нарушил правил и не посетил инкогнито ночью в Неаполе заведение местного пиццеола Антонио Тесты по прозвищу Гром. И был действительно повержен разнообразием блюд, восхищен качеством их приготовления. Королевские повара заполучили рецепты, но везти новое блюдо в королевское меню не смогли. Воспротивилась королева, не пожелавшая даже прикоснуться к еде плебеев. Для приготовления пиццы Моретти нам понадобятся следующие ингредиенты. Тесто, ветчина, соус пицца, сыр моцарелла, грибы, шампиньоны, помидоры. Для соуса томаты в собственном соку, чеснок, соль, сахар и орегано. Замешиваем тесто. Берем муку, масло оливковое, соль, сахар, дрожжи. Перемешиваем в течение 15 минут. Ставим в теплое место. Чтобы тесто не прилипало к миске, в которой подходит, ее нужно смазать растительным маслом. Так тесту легче будет подняться. Приготовленное тесто раскатываем. Сверху смазываем соусом пицца. Для соуса все смешивается. Томаты в собственном соку, чеснок, соль, сахар и орегано. Тесто посыпаем сыром моцарелла. Сверху выкладываем грибы и шампиньоны, ветчину, свежие томаты. Посыпаем сыром моцарелла и отправляем в печь. Выпекаем 3-4 минуты при температуре 300 градусов. После вынимаем, нарезаем, посыпаем сухим орегано и смазываем чесночным маслом. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok О, НО, 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 НО.